МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире Игротека и я, Ната. Оставайтесь с нами, чтобы узнать обо всем самым лучшем из мира компьютерных и видеоигр. Сегодня в программе. Что происходит в китайских кварталах Либерти Сити? Сони и Сега Олл Старс Рейсинг или кто самый быстрый герой от Сеги? Стоит ли объединять пазлы с РПГ? Построй свою Венецию. Обзор Анна 1404 в Венец. А также наша пятерка самых звездных гейм-дизайнеров. Создание игр – процесс творческий. Иногда его сравнивают с написанием книги, но чаще со съемками фильма. Обычно здесь также нужно писать сценарий, приглашать композитора и актеров. Вот только вместо режиссера управляет всем этим человек, которого называют гейм-дизайнер. Именно его идеи команда разработчиков притворяет жизнь, и от него зависит успех проекта. Поэтому неудивительно, что среди гейм-дизайнеров встречаются настоящие звезды, одно имя которых уже привлекает внимание к проекту. Именно таким посвящена наша пятерка самых-самых. Открывает хит-парад самых звездных гейм-дизайнеров Рэй Музыка. Сегодня Рэй – один из самых влиятельных гейм-дизайнеров на планете. И это неудивительно, ведь он возглавляет легендарную BioWare, а также отдел разработки RPG-MMO-игр, и не где-нибудь, а в самой Electronic Arts. Так что мы можем смело утверждать, что под его началом выходят самые качественные ролевые игры на планете Земля. И такие имена, как Mass Effect, Dragon Age Origins и серия Baldur's Gate это только подтверждают. Строкой выше нас встречает легендарный гейм-дизайнер Ричард Гэрриот, более известный как Lord British. Гэрриот увлекся компьютерами и разработкой игры еще в школе, а свой первый хит выпустил, будучи студентом. Впоследствии эта игра положила начало культовому RPG-сериалу Ultima. Гэрриот был одним из первых, кто начал разработку ММО-игр, объединив интернет и игровую индустрию. Так что в этой сфере ему просто нет равных. Это он консультировал небольшую корейскую студию NCSoft, когда та начинала разработку Lineage. Но самый известный поступок Lord British'а — его полет на Международную космическую станцию в 2008 году. Так он стал первым в истории гейм-дизайнером-космонавтом. Третье место и другая регенда индустрии игр — Уилл Райт. Если вы хотите понять, как устроен окружающий мир, самый простой способ сделать это — сыграть в симуляторы от Уилла Райта. Кажется, его конечная цель — перенести весь мир в единственную игру. Началось все с Сим-Сити, симулятора города. Потом был симулятор госпиталя, муравейника, экосистемы планеты Земля. И только потом — гениальная вещь, симулятор человеческой жизни The Sims. Сегодня вершина творчества Уилла — проект Спор. Это симулятор эволюции, где цель игрока — развить свою расу от простейшего организма до космической империи. Уилл Райт внесен в зал славы Академии интерактивных искусств как создатель самой продаваемой компьютерной игры в истории. Почти на вершине нашего хит-парада самых звездных гейм-дизайнеров японец Хидео Кодзима. Его первая игра была выпущена в 1986 году, и этот факт изменил жизнь миллионов геймеров по всему миру. Metal Gear стал первым представителем нового жанра — стелс-экшен. Следующая революция от Кодзимы произошла только спустя 10 лет. Им стал Metal Gear Solid — все тот же стелс-экшен, но кинематографический и трехмерный. Так Кодзима еще раз открыл миру новый тип видеоигр со сложным сюжетом, четко поставленными сценами и фирменным постмодернистским юмором. После Metal Gear Solid Хидео Кодзима стал одним из самых узнаваемых японцев в мире, а его последующие игры стали настоящим культурным феноменом. Итак, первое место. Самой узнаваемой звездой в игровой индустрии, без всяких сомнений, является Сигеру Миямото. Его игры — не просто часть детства миллионов геймеров, это настоящая легенда, которая затмила собой самого Микки Мауса. Что же такого сделал Миямото? А все очень просто — он придумал платформеры — игры, где персонаж перемещается по экрану слева направо. Первый представитель этого жанра, Super Mario Bros. до сих пор остается самой продаваемой игрой в истории. Кроме игр, Миямото является дизайнером самих платформ, для которых они разрабатываются. Идеи двух экранов Nintendo DS и революционного контроллера V-Mode также принадлежат ему. Сигеру Миямото и первое место нашего хит-парада самых звездных гейм-дизайнеров. За последние годы любимый всеми жанр стелс-экшен изменился настолько, что в пору называть его не стелс-экшеном, а экшен-стелсом. Так что два лучших за последнее время представителя жанра Batman Arkham и Сайлем и Assassin's Creed 2 прежде всего отличные экшен-игры. Хотя при желании в них можно не слабо прошпионить. Ну а где экшен-стелс вышел удачнее, мы разберемся в нашей рубрике Versus. По стилю Batman Arkham Asylum и Assassin's Creed 2 вещи абсолютно разные. Первая мрачная и гнетущая, вторая скорее жизнерадостная. В одной мы погружаемся в вымышленный мир культового комикса, в другой путешествуем по средневековой Италии с реальными городами и историческими персонажами. Но если вы внимательный геймер, то сразу же заметите общие черты и общий подход к геймплею. Так что Batman Arkham Asylum и Assassin's Creed 2 не просто можно, а даже нужно сравнивать. История Batman Arkham Asylum основана на одноименном комиксе. В нем Бэтмен отлавливает своего злейшего врага Джокера и лично сопровождает его до места заключения – больницы для умалишенных Arkham Asylum. Здесь-то выясняется, что все это – хитроумный план Джокера, цель которого – убить Бэтмена. Игра начинается абсолютно так же, зато дальше разработчики не поленились ставить в историю пару собственных очень неожиданных штрихов. Второй Assassin's Creed развивает историю Дезмонда, потомка Ордена Средневековых Ассасинов, вечных противников рыцарей-храмовников и их современных наследников – корпорации Апстега. Последняя похищает Дезмонда и подключает его к машине, считывающей генетическую память. Вытаскивают Дезмонда из лап Апстега уже современные ассасины и опять подключают его к своей машине, которая считывает эту самую генетическую память. Так что все события Assassin's Creed 2 проходят в Италии 15 века, а среди второстепенных персонажей замечены Лоренцо Медичи и Леонардо да Винчи. В общем, сеттинг – это главное, что делает «Бэтмен Аркем Асайлом» и Assassin's Creed 2 столь непохожими проектами. Игровой процесс в Assassin's Creed 2 можно разделить условно на три части. Это исследование мира, поединки и стелс, когда главное – оставаться незамеченным. Мы вас удивим, но формула, на которой работает «Бэтмен Аркем Асайлом» точно такая же. Здесь нужно исследовать, драться и прятаться. Assassin's Creed 2 предоставляет больше видимой свободы, поскольку есть возможность брать сторонние квесты, зато в «Бэтмене» больше головоломок, да и вообще геймплей кажется более вдумчивым. Клиника Аркем Асайлом просто огромных размеров. По сути, это отдельный остров, который «Бэтмену» предстоит полностью исследовать. Оба проекта завлекают геймера собирательством. «Бэтмен» может собрать более двух с половиной тысяч различных трофеев. В этом Assassin's Creed 2 ему даже уступает. Здесь можно коллекционировать шедевры возрождения, обустраивать замок или искать тайные могилы ассасинов. То есть предметы коллекции гораздо ценнее своим качеством, чем количеством. В распоряжении «Бэтмена» целый арсенал всевозможных гаджетов, гарпун, зрение в различных спектрах и крылья летучей мыши. Вы удивитесь, но в Assassin's Creed 2 герой также может парить в воздухе на крыльях по чертежам Леонардо да Винчи, который снабжает героя своими изобретениями. Драки в Аркем Асайлом и Assassin's Creed 2 вообще мало чем отличаются. У Этсо есть неплохая коллекция холодного оружия, клинки, шпаги. Бэтмен же больше полагается на кулаки, но боевая система и там, и там основана на атаках и контратаках. Так что отличия можно найти только в деталях. Обе игры сделаны просто блестяще. Атмосфере и стилю «Бэтмен Аркем Асайлом» может позавидовать даже Голливуд. Игра актеров здесь просто бесподобна. Второй Assassin's Creed хвастается огромными просторами и скрупулезно воссозданной обстановкой главных городов Возрождения. Актерская игра здесь не столь великолепна, зато юмора и легкого отношения к жизни, так свойственного этому времени, здесь предостаточно. Поверхностное прохождение каждой займет около 15 часов, но если вы любите исследовать все закоулки, оба проекта могут предложить дополнительные часы геймплея. Хотя «Бэтмен Аркем Асайлом» с его двумя тысячами с половиной трофеев выходят вперед. Впервые мы вынуждены констатировать ничью. Если вы любите качественный экшен и восторги от элементов стелса, оба проекта вам прописаны в обязательном порядке. Такие разные по настроению, они отлично дополняют друг друга. Американский разработчик Pop Game Games делает самые популярные в мире пазлы. Японская Square Enix – признанный фаворит в жанре ролевых игр. Только представьте, что получится у этих компаний, если они объединят усилия. Смесь «Биджуэл» и «Файнал Фэнтези» очень может быть. Но зачем гадать, когда они уже выпустили свою первую совместную работу – «Джайромэнсер»? «Джайромэнсер» – это смесь пазла и ролевой игры от двух самых авторитетных разработчиков упомянутых жанров – японской Square Enix и американской PopCap Games. Но, несмотря на то, что это первый подобный опыт для данных компаний, может ли сама игра предложить игрокам что-нибудь новое и интересное? Раз уж это пазл с элементами РПГ, стало быть, здесь есть своя история. И действительно, главного героя, Джайромэнсер, зовут Ривел, и он – маг, который может подчинять своей воле различных животных. События разворачиваются в заколдованном лесу Алдемона, куда Ривел отправляется по заданию короля, чтобы выследить повстанцев, именующих себя Темперенс. Ну а поскольку лес заколдованный, наш герой довольно быстро теряет память и испытывает по этому поводу личные проблемы. Мы видим героя в форме фигурки на карте уровня. Чтобы пройти его, достаточно победить ключевого противника. Вот только сразу вам это сделать никто не даст. Чтобы до него добраться, а точнее добраться и победить, придется сражаться с рядовыми монстрами, выполнять квесты и решать головоломки. О том, что любая карта представляет собой лабиринт с секретными участками, мы даже не говорим. Также на карте видны ключевые герои. Они могут дать квест или важную сюжетную информацию. Но большую часть времени вы будете сражаться с монстрами. Поединки выглядят словно классический пазл Биджуэлд, но до полного копирования дело все-таки не дошло. Игрок может поворачивать четыре камня в сетке, которая заполняется самоцветами. Наша задача – соединять камни одного цвета в группы по три, чтобы они исчезали. Наши противники всячески в этом мешают, добавляют новые камни, блокируют участки сетки или накладывают на отдельные камни отрицательные статусы. Чем выше уровень врага, тем яростнее он применяет перечисленные выше приемы. По счастью, сражается Биэлл не собственноручно. Основной инструмент в игре – это магические животные. Они встречаются на уровнях и бывают различных типов по стихиям природы. Каждому типу соответствует свой цвет и способности. Секрет их успешного использования – верная комбинация. Здесь работает закон противоположностей. Огненные атаки хорошо против водяных и так далее. Собой можно брать до трех животных. Новых животных мы встречаем на уровнях, знакомимся, а потом можем приглашать в команду из специального магазина. Там собраны все открытые союзники. Чем чаще мы используем монстра, тем выше его уровень и ассортимент доступных эффектов, которыми он может пользоваться в схватке. Джейруменсер может похвастаться отличным аудиовизуальным исполнением. Симфоническая музыка здесь достойна любой части Final Fantasy. Сюжет не является ценным сам по себе, однако со своей задачей он справляется отлично. Заполняет паузы между активной работой мозга в битвах с монстрами. Отдыхают при этом не только мозги, но и глаза. Картинка в Джейруменсер сказочно приятная. Здесь нужно благодарить как художников, которые нарисовали эту красоту, так и мастеров по спецэффектам. Основная претензия к совместному творению поп-кэп-геймс и Скорь Эникс может быть только одна. Это полная вторичность в сравнении с пионером жанра пазл-квест. Со своей главной задачей Джейруменсер справляется на отлично. Процесс действительно увлекает и затягивает. Уровней здесь не так много, всего 12, но это сделано наверняка для того, чтобы игра вам не успела надоесть. С учетом просто идеального аудиовизуального исполнения, Джейруменсер получает 7 баллов из 10. Совсем недавно было анонсировано прямое продолжение Sonic the Hedgehog 4 с Sega Mega Drive 2. Естественно, это будет 2D-платформер в самых лучших традициях самых первых частей Соника. Ждать это чудо придется до лета. А пока Sega может предложить другое развлечение Sonic & Sega All-Stars Racing. Это гонка, где собраны герои почти всех игр компаний. Главный конкурент Марио в очередной раз вторгается на территорию своего главного оппонента. Аркадная гонка Sonic & Sega All-Stars Racing создана по уже классической формуле от Nintendo. Персонажи различных игровых сериалов от Sega встречаются на гоночном чемпионате, чтобы выявить самого быстрого среди них. Обложку игры украшает Соник, талисман и главная звезда Сеги. Так что кто здесь самый быстрый, понятно сразу. Главный вопрос, сможет ли Соник со своей Sonic & Sega All-Stars Racing обойти Марио Карт. Игру разработала студия Sumo Digital, которая давно создает аркадные гонки для компаний Sega. На ее счету успешное перерождение серии OutRun в 2006 году. Так что перед нами идеальный разработчик гонок с участием Соника. И действительно, Sonic & Sega All-Stars Racing присущ фирменный драйв лучших гонок от Сеги, того же OutRun и Crazy Taxi. Основной здесь режим — это гран-при с классическими правилами. Есть нелинейная трасса с объездными и тайными путями, а также с бонусами и, конечно, главной целью — приехать к финишу первым любой ценой. Лучший помощник здесь — это бонусы, разбросанные по трассе. Только находятся они в капсулах со знаком вопроса. Поэтому пока не попробуешь, не узнаешь, что за приз тебе выпал. Это может быть ускорение, ракета или защитное поле. Итак, кто же принимает участие в гонке? Это почти все зверушки из игр с участием Соника. Тейлз, Наклз, Шадоу и злодеи Доктор Эггман. Из других игр были замечены обезьянки из Супер Манки Болл и даже Алекс Кит, первый талисман компании Сега. Из более свежих героев есть Рю Хазуки из Шенму и Улала из Пэс Ченнел 5. В общем, поверьте, собраны представители почти всех сериалов компании. Даже Браза Хаус оф Зе Дет не забыли. На трассе разница между героями не очень сильно заметна. У каждого свой набор транспортных средств с якобы уникальной физикой. Якобы потому, что шкала аркадности происходящего зашкаливает настолько, что к вашей победе этот выбор не имеет никакого отношения. Для фанатов разница существенна, ведь каждый герой обладает уникальной суперспособностью. Соник становится Суперсоником, Эмми шлёпает всё огромной кувалдой, Доктор Эггман стреляет из пулемётов. Короче, Соник и Сега Олл Старс Рейсинг идеально подходит, чтобы занять гостей на дне рождения или просто обычной вечеринке. В игре порядка 20 трасс, каждая из которых инспирирована какой-либо игровой серией. Конечно же, есть трассы в стиле уровней Соника, кварталов Токио из Jet Set Radio или Дома Зомби из House of the Dead. Но самой забавной является, пожалуй, трасса, посвящённая самбо де Амиго. Здесь всё починено ритмам самбы, а от дизайна трасс нередко кружится голова. Столько здесь невероятных поворотов и прыжков, и сюрпризов. Графика, как и положено, чрезвычайно яркая и солнечная. Есть в Сега Олл Старс Рейсинг и модный нынче сетевой магазин. С его помощью в игру будут добавлять новых героев из игр Сеги. В будущем не исключена возможность также добавления новых трасс. Это было бы очень кстати, потому как открыть все возможности и перепробовать все режимы Олл Старс Рейсинг можно за считанные часы. Соник энд Сега Олл Старс Рейсинг без всяких сомнений справляется с основной задачей. Хорошее настроение на пару часов вам гарантировано. В этом смысле гонка с участием Соника ни в чём не уступает Марио Карт. Наша оценка — 7,5 баллов из 10. Изначально GTA China Town Wars разрабатывалась для Nintendo DS. Так что мысль поиграть в неё на других консолях даже не приходила нам в голову. Но ребята из Rockstar умеют удивлять. И довольно неожиданно выпустили версию China Town Wars для PSP. Рассказать есть о чём. Ведь оригинал был заточен под два дисплея и стилус. Что изменилось и стало ли после этого лучше? Об этом в рубрике «Портотип». Появление версий для PSP «Злые языки» так или иначе связывают с относительным провалом оригинальной версии на Nintendo DS. Мол, фанаты Миямота не оценили в полной мере криминальные разборки и фирменный чёрный юмор. Однако приживётся ли игра на платформе без двух дисплеев — вопрос спорный. События разворачиваются в 2009 году, спустя год после бурных приключений Ника Берича в Либерти-Сити из GTA IV. Нового героя зовут Хуан Ли. Он приехал из Китая после смерти отца, чтобы жить в Либерти-Сити со своим дядей, владельцем китайского ресторана. Уже в аэропорту у Ли похищают фамильную драгоценность — старинный меч. Так что придётся и бизнес дяди оберегать, и поисками семейной реликвии заниматься. В общем, история напомнит бывалым игрокам о GTA IV и Vice City. Также здесь можно найти просто невероятное количество штампов о мафии, криминальных разборках и китайцах. История рассказывается посредством рисованных вставок в стиле комиксов. Диалоги — текстовые. По духу всё это немного напоминает фильмы Тарантино с персонажами-фриками, чёрным юмором и насилием. Одного взгляда на экран достаточно, чтобы констатировать очевидный факт. В игре творится полный кавардак и беспорядок. Всё это отдаёт сильной ностальгии по самым первым играм в серии GTA. Внешне геймплей смахивает на две первые части GTA. Те, что были двухмерными. Но вот его наполнение — идеи сплошь новые. Задания Ли получают из коммуникатора и глобальной сети. А ориентироваться здесь можно по GPS-навигатору. Многие элементы геймплея перекочевали сюда из четвёртой части. Задания Ли получают из коммуникатора и глобальной сети. Разнообразие миссий не уступает большой версии. К примеру, первое задание здесь — торговля наркотиками. Дальше путь известный. Кража автомобилей, уход от погони и слежка за объектом. Можно заняться извозом на такси или отловом конкурентов на полицейской машине. Если Ли подстрелили, очнётся он в больнице. Если поймали, выйдет из полицейского участка, но обчищенном. Мини-игры из версий для Nintendo DS здесь заметно упрощены. И это главный минус PSP-версии. Здесь также нужно сцеплять провода сжигания при угоне, копаться в помойке в поисках оружия. Но делается всё это полуавтоматом. Всё-таки кнопочное управление — это вам не чувствительный экран со стилусом. Отличий от DS-версий довольно много, и касаются они не только мини-игр. Внешние отличия тоже имеются, да ещё какие. Вместо рисованного сел-шеддинга мы видим полностью трёхмерный полигональный город. Да ещё какой полигональный! Качество картинки не может не радовать. При этом об оригинальном стиле не забыли. Рисованные словно из комикса картинки нам показывают во время диалогов и небольших сюжетных сценок. Что лучше, полигональный или рисованный фон, вопрос непростой. И здесь пускай каждый решает сам за себя. А вот что на PSP точно вырывается вперёд, так это качественные спецэффекты. Grand Theft Auto Chinatown War — самая казуальная игра сериала. А её PSP-версия имеет как свои недостатки, так и достоинства. Расширенный сюжет и высокое качество графики — несомненные плюсы. А минус вот в чём. В целом игра стала проще и вместе с чувствительным экраном потеряла какую-то глубину. Наша оценка — 7,5 баллов из 10. Отдельные игры способны заменить собой целую дисциплину в университете. Экономическая стратегия «Анна» из их числа. Суть всех частей «Анна» заключается в том, чтобы создать процветающий город, уметь его защищать и обеспечить всем необходимым. Фактически перед нами альтернатива знаменитым The Settlers, но с уклоном мореплавания. Новая «Анна-1404 Венец», как несложно догадаться, посвящена Венеции, торговле и мореплаванию. «Анна-1404» — это экономическая стратегия в реальном времени, которая посвящена развитию городов. Задача игрока здесь — это развивать торговлю, военное дело и общественные институты. Венеция — это расширение к основной игре, которое увеличивает возможности игрока и вводит в игровую вселенную потрясающую культуру средневековой Венеции. Игроку в «Анна-1404 Венец» отведена странная роль. Он одновременно и мэр города, и крупный купец-путешественник, и даже военный. Думать о том, как защитить город и корабли от иноплеменников, приходится самому. Иногда нам в этом помогают могущественные правители, о расположении которых мы вынуждены заботиться. Наши возможности целиком и полностью зависят от уровня развития нашего родного города. Чем выше в нем уровень жизни и технологий, тем больше возможностей доступно для дальних путешествий, торговли и украшения городов-конкурентов. Главный ресурс в «Анна-1404» – это люди. Желаемые здесь получаешь по мере того, как удовлетворяются растущие потребности населения. Добавление венецианской культуры в «Анна-1404» заметно расширило геймплей. Здесь вам и два новых типа кораблей – большой и малый торговый судно и новые приемы. Так можно влиять на города-конкуренты, внедряясь в их городской совет или просто саботировать противников. Все это делает «Анна-1404» в «Анна-1404» очень привлекательной для поклонников градостроительных стратегий. Еще масштабнее, еще глубже. Наша оценка – 8 баллов из 10. На этом мы прощаемся, но не стоит расстраиваться. Новые игры в следующей программе. Это была «Игротека» – все лучшее из мирокомпьютерных и видеоигр. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин